эй здорово всем народ с вами снова джексон и мы возвращаемся на просторы выживания в игре под названием seven days to die как вы помните в прошлой серии мы пошарились по домикам попытались разорить некоторое количество могил на кладбище что она в принципе удалось мы набрали достаточно большое количество патронов что нам будет очень и очень полезно так как у нас шестой день а на седьмой день если вы помните к нам придут зомби чтобы нас кушать то будет очень страшно такой красный свет гром и так далее я думаю вам понравится так сейчас нам нужно так блин 77 единиц перегруз что так капец да кстати если кто заметил я накатил мод на нее чтобы змеюка ползет чтобы у меня и индикация еды и воды была максимально максимально в доступном виде и вот она у нас сейчас слева сразу отображается не нужно лезть вот сюда вот что вот сюда вот что-то там искать высчитывать она все у нас под рукой вот здесь внизу рядом с хэпэшечкой и это мне кажется очень классно получилось мне в общем нравится так у нас тут дядя я как помню мы раскопали кладбище только вот у этой церкви у этой церкви кладбище мы не раскопали поэтому сейчас мы этим займемся времени у нас до вечера осталось немного кстати вот я сейчас только что заметил что там еще одна церковь и скорее всего там тоже есть кладбище которое нам тоже предстоит раскопать о вас целых два но давайте познакомимся как же я люблю кувалду это просто вообще красота раскидывает только так два удара их как не бывало да если вы еще помните мы нашли мы нашли бензопилу дрындындын но у нас с собой нет бензина поэтому сейчас мы дрындындын делать не будем а займемся раскопкой могил вперед 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 надо бы кстати один скилл какой-нибудь вложить в скил майнер 69 ну или как он в локализованной версии называется шахтер метеор в могиле груда мусора серьезно вообще огонь да надо хотя бы один скилл туда будет вкинуть чтобы мы чтобы мы просто быстрее быстрее разбивали блоки быстрее копали быстрее там добывали руду и так далее это нам очень пригодится это по крайней мере опять мусор в могиле мусор вы издеваетесь заплесневелый хлеб нам не нужен так время 6 часов тексты где-то собак услышал или волк не знаю шастает так это берем это на разбор волков нам не надо хотя у нас принципе есть пистолет есть офигительная кувалда который мы можем просто кошелек пустой еще к тому же так вот здесь еще могилка вот и будем наверное следующий день седьмой день полностью я думаю потратим на то чтобы по максимуму подготовиться к нашей к нашей волне которая нас ждет на седьмой день так тут раскопал тут раскопал тут раскопал здесь тоже а тут видимо нету так алоэ надо копнуть алоэ вещь полезная из нее мы можем делать всякие вещи но в плане лечебный крем который нам помогает и нам нужно нам нужно запускать отлично нам нужно запускать производство металла потому как сейчас у нас все девайсы практически все ремонтируются уже не как его не камешками не говном и палками а уже нужны ремкомплекты которые делаются у нас из железа из кованого железа которая переплавляется у нас в половине поэтому набу дед нам будет нужно заморочиться с этим делом сейчас я вылезу из могилы заморочиться с этим делом и произвести пару пару печек пару печек чтобы максимально быстренько все это делать капец я уже перегружен у меня нагрузка 12 кто хоронит стеклянные банки покажите мне этого человека так все у нас кончилось место в инвентаре пуховик пуховик нахер части стальной брони можно взять так что у нас есть железный болт в части стального оружия железная дверь нужна картоха картоха в пень ты мне не нужна каменный топор все выкидываем ты нам тоже уже не пригодишься бумага свинец свинец в топку еще можно выбросить так чемодан а вот это мы возьмем это можно будет барыги продать копаем дальше копаем дальше скорее 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 у нас очень мало времени у нас очень мало времени так пустые гробы пустые гробы пустые гробы мне не нравится пустые гробы мне не потому как во-первых в этих пустых гробах нет патронов и ничего нам необходимого а во-вторых в пустом гробе нет того кто там должен лежать поэтому очень велика вероятность что он ходит что опять пустая могила чего а перестань ты прыгать серьезно нет ничего обалдеть серьезно ничего нет могиле так кто-то кстати тут шуршит слышите так тут мы копали вот здесь кстати надо на секундочку час опять мусор в могиле да вы чё люди то мусор могил в могилу складывает так нам до дому нам до дома бежать но где-то где-то сейчас наверно на приблизительно причем еще перегруженными надо на такой случай блин с собой да опять пустой гроб мне уже не нравится это инициатива моя копать тут все на такой случай с собой прикольно бы носить это разобрать это блин я не могу с собой взять это так это убираем свинец в пень таблето соберем это нам надо металлоконструкции разобрать нафиг мы ими еще не скоро будем пользоваться и они сейчас у нас по сути только место в инвентаре занимает давайте гробики и гробики и гробики да чё такое то уже какой подряд го пустой это какое-то неправильное кладбище вы почему тут кто-то топает вы почему тут хоронили людей без должного снаряжения как они там будут справляться на том свете без патронов то я так надеялся на эти патрончики чё опять хотите сказать пустая могилка опять пустая серьезно смотрели ну-ка а это там дырка в склеп в котором мы собственно уже были ну окей ладно пусть будет так здесь должно быть чё-то да здесь есть опять пустой смысле это то что у меня инвентарь забит и поэтому что ли пустой так давайте попробуем ну по приколу просто выбросим это железные болты разберем не знаю хер снять семена черники пошли в пень ну-ка сейчас попробуем чё неужели может быть такое что у меня пустой инвентарь из-за этого ухты большой ящик с боеприпасами вот тут точно должно быть что-то полезное так ведь так железный арбалет у нас есть продавать его невыгодно это разобрать а вот железное копье хер ротация полезная деревянными копьями много не накидаешься а вот такими вот такими можно очень больно делать врагам так у нас осталось два часа до заката два часа до заката вот лично хоть здесь патроны и собственно мы по моему раскопали мы по моему раскопали все что все что можно было раскопать насколько я вижу так траву выкинуть патроны яйцо яйцо ладно тоже в пень это из этого сделать а четыре штуки надо ладно мы вроде все раскопали здесь вроде больше покойничков нет поэтому тикаем домой тикаем в сторону дома о кабанера кабанера привет отлично кабанеру мы растерзали так у меня где-то был ножик у меня где-то был ножик найти бы где-то нормально конечно но можно этим разделать кожа кости мясо нам нужно в принципе в основном только мясо чуть не валится это такое что-то выпадает что-то выпадают а это животный жир кстати жир я тоже хотел взять жир я тоже хотел взять камни на хер мне камни жир я тоже хотел взять я хотел понаделать факелов факелы и расставить их расставить их вокруг нашего убежища чтобы нам ночью было светло потому как все равно эти твари придут к нам ночью и будет темно поэтому лучше чтобы было светло ладно бежим домой да это конечно моя очень большая оплошность была в самом начале когда мы с вами еще выбирали место для строительства это было довольно большая ошибка строить дом так далеко от города но я видите думал что рядом с городом жить опасно прямо рядом с городом жить опасно что они там будут приходить со всех сторон и так далее но как оказалось это не так и собственно говоря ближе было бы конечно намного намного удобней что мусор откуда-то появляется вокруг дома который я как будто бы не видел никогда странная херня какая-то так ладно у нас почти ночь смотрите наш лес свеже посаженный снова вырос на нужно будет от него избавиться это в обязательном порядке потому что нам нужно будет видеть что мы что мы не что мы а с каких сторон там идут зомби и так далее давайте пока срубим реально парочку пока еще не совсем темно с большим топором это сейчас одно удовольствие ну все собственно ночь десять часов пора текать отсюда собственно говоря чё-то как-то слишком светло ночью а я же для теста гамму поднимал ёпперс это для теста поднимал гамму посмотреть как это во во другое дело абсолютно так все ладно текаем в нашу хату сюда кстати сейчас надо сюда кстати надо сейчас замутить как раз таки ничего не понял опять опять место кончилось опять место кончилось сейчас я быстренько все сложу хотя бы то что нашел чтобы она не мешалось чтобы она не мешалась так нет ресурс у меня не здесь ресурс у меня не здесь так уберем бензопилу это точно но я наверное надо в оружейный ящик где у нас оружейный ящик вот он у нас оружейный ящик все даже уберем копьем сюда же уберем первый пистолет у нас есть третьего уровня пистолет поэтому первого уровня пистолет можно можно скорее всего разобрать к чертям собачьим отчасти продать потому что ну нафиг он у него цена продажи 12 баксов так запчасти к оружию тоже я думаю пусть полежат пусть полежат здесь чуть-чуть патрончиков три сотни оставим себе это зубчатая лезвие модификации надо куда-то это вставить а стоп у меня еще вон бомбы и гранаты и арбалет и вроде все так вот порох еще сюда можно скинуть и к оружию больше по-моему ничего не относится так жир жир иди сюда мне нужно сделать факел факел фрагменты ткани фрагменты ткани так что это что это так а что у меня а у меня вот такой капюшон капюшон так стоп это дает минус 4 тот дает 0 до этого чуть повыше прочь сопротивление эффектом пофиг давайте его разберем а собака он на кожу разбирается я думал он разбирается на ткань так у меня где-то ткань у меня где-то быть ткань у меня где-то быть должна вот она так все делаем факелы вот как раз у нас жира на 4 штуки хватит 4 мы и сделаем какие страшные звуки кстати по поводу нашей с вами шахты по поводу нашей с вами шахты я это за дыра огромная непонятно я короче понял почему она обвалилась какую ошибку я совершил я слишком слишком не глубоко закопался вот в чем моя ошибка я слишком не глубоко закопался и поэтому потолок собственно говоря у нас всего в один блок он тупо не выдержал и обрушился сейчас он обрушится я думаю я думаю не должен но копать в эту сторону я уже не буду и меня интересует вопрос почему я не стал докапываться глубже вот сюда все понятно я уперся здесь в камень и поэтому не стал не стал копать ниже да и собственно говоря я психанул почему-то сделал очень высокий свод у потолка поэтому это мы как-нибудь исправим но как нибудь в другой раз сейчас у нас есть другие заботы так факелы у меня факел у меня произвелись давайте мы один воткнем еще вот здесь что было светло ну чтоб ну чтоб нормально было то чем как в этом как в склепе вот отлично все прекрасно невероятно теперь давайте посмотрим что нам нужно для печки печка 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 как она как она печка называется печь нет не печь к кузнечный горн это здесь называется на русском интересно схема схема кузнечного горна продвинутая инженерия а нам нужен скилл нам нужен скилл наверное вот этот сейчас шахтер метеор интеллект вот это нам нужно продвинутая инженерия нужен один скилл так а есть у нас где-то насколько мы прокачены как как быстро как скоро у нас как скоро у нас уровень а вот внизу вот эта синяя полоска это по моему обозначение уровня осталось чуть-чуть поэтому можно попробовать сейчас вкачаться за счет за счет строительства за счет околачивания нашего дома в камень коблстоун у меня по моему есть вот такие типа мощеные камни мощеные камни да вот они мощеные камни блин надо избавиться от лишних ресурсов так краска сюда глина песок камешек зачем-то с собой таскаю день кстати камней надо будет тоже набрать из них вот этот коблстоун как раз таки и делается так железо сюда это тоже сюда трубы части военной брони это все сюда 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 скинем изолента кости мясо все это здесь у меня валяется банки банки пусть тоже лежат здесь кислота клей полимеры отлично все это здесь все это здесь так я пока раскладывал вещи блин забыл что я хотел сделать а да я находил я вот что-то не помню это я в своей пробной игре или здесь находил по моему молоток молоток по ходу это не здесь а каменный топор я выбросил вот я дебил вот я дебил молотка то у меня нет молотка то у меня нет ну-ка молоток что нужно для его производства 18 штук кованого железа на один маленький молоток 18 кованого железа ебануться умом ладно каменный топор нужно два камешка растительные волокна древесина капец ладно я тут пошуршу сейчас и думаю утром к вам вернусь обалдеть я даже не заметил как наступило утро бывает бывает собственно я понял кстати пока вот сейчас копался я понял почему та часть шахта у не обрушилась а это нет посмотрите на высоту потолка здесь и на высоту потолка здесь я просто раскопал здесь лишний лишний блок и поэтому она обвалилась поковырял чуть-чуть камешка потому что в процессе обивки дома у меня кончился собственно этот самый камень сейчас я покажу вам что получилось а получилось у меня вот следующее как я еще кстати заметил во время всего этого действа у меня дом был обшит только в первый уровень древесины поэтому пришлось обшивать сначала во второй но благо дерево хватило и частично я обшился уже в мощенный камень у него сила блока намного больше сейчас смотрите я вам покажу то есть нас каменный блок полторы тысячи деревянный блок 225 то есть я думаю разница ощутима да конечно же она ощутима так по еди воде у нас все более менее нормально так у нас есть баночка шамуэй мы и сейчас хавнем и пойдем и пойдем начнем готовиться к нашей так не сюда закинул пардон к нашей в следующей волне нашей точнее не следующий а первой первой нашей волне потому как она придет в этот день как видите день седьмой у нас и сегодня будет волна и это прям будоражит так фонарик у меня нафига фонарик фонарик надо выложить фонариком я пока схему фонарика оружейного не находил поэтому то что такое это все никак запомнить не могу где у меня чё лежит во вот так так глина тоже сюда так ножик мы возьмем с собой дубинка 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 я думаю мне нафиг уже не нужно поэтому мы ее разбираем так набил я камешков давайте посмотрим что мы можем что мы можем из него сделать что нам нужно чтобы сделать из него мощеный камень так разрушенный бетонная смесь асфальт гравий мощеные камни мощеные камни нам нужна глинистая почва а так слушайте у нас глинистой почвы у нас папкой можно кушать и и отлично делаем кучу мощеных камней все остальное скидываем нам это пригодится для плавки железо так смотрите я еще поставил железную дверь теперь у нас прям супер-мега-пупер защита супер-мега-пупер защита нам нужно сейчас маленькая кабл-стона будет оббиться вот здесь и немного древесины чтобы завершить потолок хотя бы во второй уровень и мы начнем делать ловушки которые нам понадобятся для того чтобы противостоять ночным зомбям ночным зомбям так пока давайте посмотрим что нам нужно для а я совсем забыл как раз таки кузнечный горн нам нужна схема кузнечного горна но на скилл есть продвинутая инженерия по моему нам он нам по моему позволит сразу делать кузнечный горн до изготавливаете кузнечные горные предметы в них на 20 процентов быстрее этого мы покупаем я прокачался да на строительстве и как видите еще на обшивке я прокачал еще больше половины уровня давайте посмотрим что нам нужно нам нужен маленький камень стопы нам нужен маленький камень глинистая почва есть 10 единиц кожи 10 единиц кожи трубы и скотч прекрасно и у нас хватает у у нас хватает прям на две печки прям на две печки давайте мы сразу две их и сделаем все остальное мы складываем обратно что нам не понадобится здесь мы мощеные камни делаем дальше 20 камешков у нас остается почему-то непонятно почему но ладно пущай остаются так это все нам вроде бы нужно факелы до факелы я сейчас сразу расставлю по еде и воде у нас нормально пойдемте срубим наш лес вот этот наш божественный лес который мы с вами посадили собственноручно и дальше уже начнем фигачить ловушечки наш лес практически практически закончился я срубил уже практически все деревья но опять на кактус наступил но этого количества древесины нам крайне мало нам будет крайне мало потому как вот эти ловушки которые мы сейчас будем строить по еще не заметил те ловушки которые мы сейчас с вами будем строить они требуют очень много древесины на одну штуку на одну штуку нам понадобится целых 20 единиц дерева то есть нам чтобы сделать 10 штук нужно 200 единиц дерева ну и соответственно чтобы сделать их словам нужно 2000 давайте сейчас поставим у нас тут еще кабл стон производится собственно пусть пущай делается так а мы колья до деревянной колья вот они до 20 штук древесины нужно на одну делаем пока 23 заказываем точнее и наверное все таки сейчас поднимемся на холмик посмотрим наверное все таки наверное все таки придется идти снова в сторону города и рубить древесину там потому что здесь деревьев вокруг нет совсем а с кустов добывать древесину это по моему вообще зашквар поэтому погнали в город так ладно собственно мы добежали до города я еще по пути пока бежал рубил маленькие кустики тут деревьев осталось не так уж много как хотелось бы поэтому такое ощущение что придется собирать это беги собирать древесину с кустов потому что в городе очень мало деревьев осталось очень мало издалека казалось что их много но их несколько штук вот эти большие мы сейчас конечно же срубим экосистема конечно прости нас великодушно но мы пытаемся выжить мы пытаемся выжить офигеть вот такой вот огромное дерево древесины в себе имеет всего в два раза больше я в листве потерялся чем малюсенькое деревце вот такое вот по сути его кстати тоже по можно будет срубить час давай мы норвежские лесорубы будем рубить все что движется и все что ну в смысле наоборот все что не движется так это у нас чурочка тоже подойдет как источник древесины почему нет мы используем все возможности какие можем странно почему-то у меня седьмой день но он почему-то красным не отображается такое ощущение как будто волна не сегодня но это очень маловероятно потому что волна приходит на седьмой день игра поэтому собственно и называется seven days to die то есть семь дней чтобы умереть ладно рубим дальше древесину твою мать я забыл что здесь меди этот военный госпиталь я пронесся просто к вот этому дереву и наступил на мину на меня не убила оставила буквально 20 хп капец что-то я поступил совсем неосторожно благо у меня есть маленькие хп шички которыми мы можем мальца залечиться хотя бы а бейсбол я тратить не буду а бейсбол пока у меня в очень малых количествах собственно говоря вон они мины вот они мины давайте мы о них позаботимся собственно говоря почему нет по моему они взрываются если в них выстрелить как видите они взрываются и вроде все рядом с деревом по моему мин больше быть не должно нет вон еще одна есть но мы сейчас по-тихому срубим деревце нормально так а вот кстати смотрите и день у нас окраситься красный цвет номер дня точнее в красный цвет это еще раз повторюсь означает что сегодня придет волна которую нам надо будет отбивать первая волна конечно будет не такая впечатляющая потому как все таки первое первые семь дней прошли за первые семь дней не особо много что можно сделать да конечно если там очень сильно повезет вот как в принципе более-менее повезло нам то что у нас уже есть третий пистолет у нас более-менее есть какие-то инструменты есть автомат калашникова который мы нашли в каком-то сундуке да и довольно много патронов но может случиться так что допустим вы играя в первые семь дней пробегаете вот точно так же как я сейчас с маленьким каменным топориком при этом не найдя практически никаких адекватных инструментов и оружия и я встречал такое что первую волну приходилось отбивать чуть ли не вручную ну вручную вряд ли там вручную конечно очень сложно выжить но там отбивая с тем же луком и стрелами но отбиваться так я не хочу я хочу отбиваться нормально с нормальным более менее хотя бы нормальным вооружением и поэтому мы с вами рискали и на в принципе повезло нам повезло мы нашли то что нам нужно было поэтому я думаю это волна нам особых каких-то хлопот не должна доставить так есть камень кстати надо набрать камня намощенные камни чтобы сделать еще оббить вверх весь в камень сейчас я добуду и продолжим собственно у меня сломался добыли мы значит еще четыре сотни древесины сделаем еще 23 штуки и того у нас будет 671 штука я думаю должно хватить я что-то еще затупил собой не взял ни еду ни воду поэтому поэтому нам надо бы нам надо бы вернуться домой и поправить свое здоровье маленько так ладно собственно мы дома надо подпить подъезд маленечко чтоб поправить показатели что-то я не усмотрел у меня очень-очень мало воды очень мало жидкости да у меня конечно там есть газировка маленько но газировка это газировка она собственно едой не является точнее водой но она является восстанавливает хорошо щеку это бонус дает но ее мало ее ее нужно беречь у нас есть 51 банка надо я думаю сгонять будет до ближайшего водоема он у нас вот есть здесь по пути городу набрать из него воды и уже ее скипятить на костре и все и будет у нас вода так давайте поставим наши печеньки поставим наши печеньки и сделаем и закажем уже наверное в них что-нибудь что-нибудь закажем уже начнем производить железо так для производства насколько я знаю нам нужно нам нужно само железо нам нужно само железо и нам нужна глина нам нужна глина собственно мы половинку берем сюда половинку берем сюда блин дерево мало дерево совсем мало дерево совсем мало надо бы добыть где-то маленькая еще так это сюда а стоп нет все сюда все сюда так не предусмотрел не предусмотрел нужно дерево вот у нас к ой у меня тут прям полно дерева я что-то а я хожу добываю воя ой лох столько времени потерял капец можно было сходить в пару домов пролутать да в этом я конечно лошара окей ладно складываем половину сюда половину сюда и включаем у нас пошло вот это дело все плавится видите она сейчас тут накопится в некоторых количествах и можно будет начать ловить уже само наше железо само наше железо так давайте найдем что-нибудь что-нибудь съесть а у нас есть что-нибудь что-нибудь что можно съесть-то кстати я вот что-то я вот что-то не припомню мы же мы же опять у меня же опять еды нет ёпперс это ёпперс это точно ведь точно ведь нет еды нет еды так все понятно окей ладно у нас нет еды на у нас есть у нас есть деньги и сейчас мы слетаем к торгашу сейчас мы слетаем к торгашу ему продадим продадим все что нам не нужно все что нам не нужно ему продадим и купим у него еду купим у него еду калаш у нас есть в первый есть 4 до 1 мы конечно же продадим разводничок кувалду можно будет продать так и все мы под завязку так нужно выгрузить выгрузить то что нам не нужно так это выгружаем это выгружаем кстати я в мусоре по пути домой нашел схему контактной гранаты которую мы сейчас конечно же и изучим карту нашел еще карту сокровищ аирдроп аирдроп будь рядом пожалуйста офигеть он практически рядом он где-то рядом с городом падает все несёмся к нему несёмся надо его забрать там может быть много еды кстати аирдроп как видите приземлился где-то вот за этим домом я думаю найти его сейчас проблемы не составит вообще такое ощущение что он приземлился на крышу этого дома но я надеюсь что нет потому что не очень хочется зачищать сейчас этот дом или вот на вот эту стройку может быть он опустился где-то здесь он опустился где-то где-то здесь и блин блин я надеюсь я надеюсь мы его сейчас найдем так тут зомбари зомбари давайте давайте с ними поквитаемся по-быстрому а вон он лежит тысяч смысле смысле ладно давайте испытаем наше прикольное оружие который мы так и не воспользовались мы еще надели на нее лезвие которое нашли отлично вырубает а кстати не тратит практически выносливость отлично о так что там обалдеть офигеть просто как раз то что нужно прям то что нужно так кошачий корм хаваем сразу же вот эту и это хаваем и хаваем вот это вот это тоже все съедаем все съедаем короче подчистую но практически одно оставим одно оставим обязательно одно оставим обязательно и нам бы конечно прочесать до торгаша но болеен до торгаша то до торгаша очень далеко прям очень далеко страшно далеко такое количество времени терять ему никак не хочется давайте наваляем этому господину куку дядя смысле я сейчас попал в блок за ним но не попал в него самого это как это вообще законно так все кончился дядя так что то я собрал и у меня сразу перевес появился блин я столько всего с собой набрал я же собирался к торговцу а не нестись за airdrop ам но это оказалось естественно намного полезней наверное чем мы бы сходили так тут коббл стол еще камешки эти мощеные надо в любом случае забрать сейчас надо до добить дом ухты а тут а тут что а здесь что ну-ка давайте сломаем посмотрим что там блин забыл топор починить надо было починить топор а вон тут какой-то ящик лежит ящик ящик да тут ящик с боеприпасами здоровенный прекрасно в нем точно что-то полезное как деревянный лук железная стрела и патроны давайте лук возьмем позабавимся посмотрим довольно интересное оружие должно быть ладно бежим домой надо это все скинуть и попробуем все-таки пролутать наверное пару домиков потому что да да торгаша пока нестись очень долго я думаю мы я думаю мы для начала сделаем себе велосипед и уже потом начнем нормально ездить к торговцу так ладно вот мы и дома вот мы и дома выкидываем все что мы собрали все что мы хотели унести к торговцу выкидываем пока все обратно потому что к нему мы как вы уже поняли не пойдем это мы все убираем это мы все убираем airdrop конечно божественная вещь божественная просто чтобы чтобы я сейчас без него делал я конечно не знаю но что-нибудь бы делал наверное что-нибудь бы наверное делал блин где ресурсы к здесь же все здесь все так деньги мы пока тоже уберем мощеный камушек мы мощеный камушек мы оставим дерево мед еду пока скинем семена пока тоже скинем мы их к не мы конечно же все это дело посадим обязательно посадим но чуть позже но чуть позже дробь еще зачем-то я взял так и вот это сюда и вот это сюда так у нас тут смотрите произвелось дофига уже всего здесь мы можем начать стругать кованая железо так сюда делай вот так вот тогда отлично все это пусть это пускай дальше плавится нам нужно обить дальше до конца наш домик мощенными камнями их у нас кстати не так много поэтому надо осмотреть нам нужно смысле а тут же у меня еще блин первый уровень древесины и пирс это вот я лох вот я лох но они нижние блоки обычно не бьют зомбаки когда подходят близко если подойдут они начинают убить как раз таки вот этот блок поэтому нижние пока без особой угрозы у нас я на это конечно очень сильно надеюсь что они у нас не под угрозой поэтому нижние я наверно пока заколачивать в камень не буду я заколочу только верхние сейчас я закончу вернусь так собственно закончил я отбивать все это дело деревом и камнем насколько насколько хватило поэтому давайте сейчас начнем не будем медлить и начнем расставлять начнем расставлять наши ловушки вот они вот так вот вот так вот выглядят очень очень грозно и зубастах они рассчитаны насколько я помню на три удара по зомби смотрите они еще кстати мы их ставим и они нам землю выравнивают они нам выравнивают землю можно даже так интересное решение ну ладно так сейчас мы их поставим минимум наверно в два минимум в два слоя в два круга защитим наш домик и после этого посмотрим еще сколько у нас их останется и сделаем на на все остальное чего у нас хватит и я думаю чтобы 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 пережить чтобы пережить первую волну нам этого должно хватить зомби и там не думаю что будет прям капец как много по сути их не знаю должно быть на и штук может быть штучка может быть 20 то что у нас конечно они на разном уровне это не есть гуд но по моему зомбиам по моему пофиг они будут об них спотыкаться в любом случае так смотрите у нас как раз хватило почти так еще давайте сколько у нас есть еще нет 30 штук мы делать не будем 30 штук мы делать не будем давайте давайте сделаем 20 и там посмотрим насколько у нас еще хватит в два ряда в два ряда это собственно норм пока они делаются сейчас покажу что еще хочу сделать до крыша мне кстати еще зашито всего в первый уровень но это не критично у нас есть где-то вот здесь есть такие маленькие такие маленькие решеточки сейчас попробуем да вот деревянная решетка вот она деревянная решетка по ней можно будет ходить сколько-то по периметру и чтобы не свалиться за край чтобы не свалиться за край сейчас я покажу давайте сначала вот пусть они сделаются а потом уже а потом уже пусть делаются колья вот так сейчас покажу как это выглядит так давай где она вот она собственно но ой болин не так поставил не так поставил не так поставил придется сломать болин плохо но ладно сейчас я попытаюсь понять я видел это на скринах как это делали но как это сделать мне вот здесь я пока не понимаю я может быть конечно не ту решетку сделал сейчас такое кстати тоже может быть как-то бы да нет вроде она вроде она может ой не то так не так не так болин что-то я не понимаю немного а каких а как их поставить так как мне нужно так что-то я не понял что-то я не понял как это сделать ладно с этим мы разберемся чуть позже тогда так ну собственно защиту домика я закончил я думаю кольев нам на первый раз хватит не думаю что их опять же будет слишком много поэтому хватит огнестрельное оружие у нас есть так надо кстати надо кстати надо кстати сделать три штуки чтобы потом закрыть вот здесь закрыть вот здесь вход чтобы они к нам не не прошли чтобы они к нам не прошли так давайте закроем и посмотрим как это у нас все делается я так и не понял пока как поставить эту решетку я потом посмотрю и мы это с вами сделаем сейчас я пока сделаю сделаю это вот так я наделаю наделаю блоков и расставлю их по кругу я думаю этого будет я думаю этого будет вполне достаточно чтобы меня по крайней мере удержать удержать чтобы меня вот так вот то есть допустим вот так потом допустим вот так вот так и и вот так то есть по ним вот здесь вот я смогу ходить я через них смогу стрелять и зомбаки сдохнут в итоге а то вот так вот наклоняясь очень очень просто упасть очень просто упасть они конечно не особо стабильны тут в игре насколько помните я рассказывал уже по моему есть такое понятие как стабильность конструкции то есть если этот лимит стабильности будет превышен конструкция рухнет там не выдержав веса и так далее поэтому нужно быть аккуратным так у меня кончилось надо еще еще пять штук еще пять штучек пожалуйста да отлично спасибо так вот так сюда вот сюда сюда и вот сюда все я надеюсь этого мне пока будет твою мать я обосрался вот серьезно сейчас дав волна наша скоро это предупреждение своего рода что берегись мужик мы за тобой идем поэтому я продолжу готовится сейчас пока сделаем небольшой перерыв всем огромное спасибо за просмотр ставьте лайки подписывайтесь на канал комментируйте и увидимся в следующих сериях 7 days to die пока пока